Белье засовывать, она уже опять это разобрала со стола, все вышвырнула, прям вот так вот одним махом, потому что я сложила сумку даже вот берет девочки, причем высота такая вот стола, которая там, думаю, мне по бедрах, она берет это просто вот так вот, шуф, такой, и там все падает, она там на это все смотрит, копошится в этом, все классно, короче, это, денек сегодня это, немножко немое, с этим фильтром очень. Да, Alanium работает, да, Alanium работает, без проблем, тут все, в принципе, работает, все-все, но гулянки именно здесь, если не ошибаюсь, до 12. Саша, надо тесты сдавать на ковид, когда прилетаешь и вылетаешь, я не знаю, пишут надо, другие говорят, не надо, ну, мне кажется, не надо, я не знаю, вы читаете, узнаваете, я вас не информировала, я в этом вопросе не контакую. Короче, сегодня вообще, а не отель, наверное, я веду, почему апартаменты, а не отель, ну, во-первых, в отеле мне не нужна толкулочка, мне не нужны вот эти вот очереди, которые я видела к телевизору за едой, нафиг надо мне вот это стоять и унижаться, еду свою стоит, попросить с тарелкой, это во-первых, во-вторых, я не хочу людей видеть на бассейне много, да, то есть мне нравится, вот я на бассейне, где у меня 2-3 человека пойдут скупать и все, то есть бассейн, считаю, в полном моем распоряжении. А вот, зона барбекю у меня здесь есть, кафе, вся инфраструктура, у меня здесь все под носом, поэтому, как бы, тем более с маленьким ребенком я готовлю ей леду, мне всегда нужно, чтобы были удобства, как на кухне, приготовить смесь, быстренько подогреть все, ну, как-то вот так, а не вот это вот там в чайнике греть, что-то там придумывать, смудрить, не надо мне так, тем более у меня большие апартаменты, ребенку очень хорошо там для развития, то есть она везде ползает, везде все познает, ну, вам сегодня так, это в Торис нажаловалась, да, на ее вот эти вот поползновения по миру, вот, поэтому я же говорю, апартаменты это в 100 раз лучше, чем отель, тем более, когда такие красивые, классные, просторные и стоят от копейки просто, поэтому, а то там тоже писали, на отель типа и не хватило денег, не хватит денег на любой отель, я могу снять любой отель, не арендовать, а именно вот там бронь поставить, дозвонить, все, заехать, ну, а зачем, я не хочу с людьми отдыхать, отдых для меня тогда, когда я отдыхаю без людей, если отдыхаю, то только со своими людьми, ну, как бы, я надеюсь, вопрос исчерпан, вот, дайте дайте еду с общего стола, ну, могу хлеб дать, могу огурец дать, яблоки, морковь, ну, что-то такое. Здравствуйте, здравствуйте. Женя где? Девочки, вот, реально, вот, меня уже тошнит от этих вопросов, это вот, когда родишь, когда забеременеешь, когда у вас там дети появятся, и вот этот вот вопрос, где Женя? Вот спросите у Жоры, Жора вам скажет, где Женя? Вы, правда, вы меня уже задрали вот до таких чертиков, вот, пожалуйста, отвалите своим мужем от меня, вот, пожалуйста, занимайтесь своими спиногрызнями, интересуйтесь своими мужьями, вам какое дело до моего мужа, где и что, я не могу понять, я всем обязана докладывать каждый каждый день, вот, вы видите, у меня и так сегодня день такой, я, ну, подзадолбалась, правда, и вы еще меня берете, будто этим добиваете, а где Женя? А где твой муж? Почему ты моим мужем интересуешься? Или давай ему написать, что ты про моего тут спрашиваешь? Красотка, спасибо. Саша, как цены в этом году на вещи, на еду привык, повысились в связи с карантином? Нет, я не заметила, чтобы, ну, какие-то повышенные цен были, я не знаю, может быть, раньше дешевле было, я же говорю, я в Алане впервые, и то, что я вижу, я же говорю, посмотрите в сторис по ценам одежды, допустим, да, поэтому можно в Москве не брать, все здесь спокойно купить. Там даже можно сланцы прикольные взять, там шлепки какие-то за 300 рублей, и можно тут отгонять их вообще, нифиг делать на пляже, а выкинуть потом. Сама как-то рассказывала про двухдневный понос, а сказать, где он, проблема, выбор, блядь, иди отсюда. Так, тебе по-хорошему спросили, а ты огрызаешься, вот он больно нужен, твой муж? Да, больно нужен, потому что вот эти дебилки и спрашивают, где мой муж, и что это дебилки, я их по-другому назвать не могу. Я не дебилка, потому что я чужими мужиками не интересуюсь, мне вообще все равно, я даже мне в мозгу не сварится, чтобы я спрашивала, а где твой муж, а где твой муж? Да мне насрать, где твой муж, точно так же и всем должно быть, насрать на моего мужа, потому что это мой муж, это мой муж. Долбанутые, вот правда, вот сами доводите меня, когда я уже начинаю вам объяснять по-хорошему, потом я уже начинаю по-плохому, ах, ты ж такая хамка, ты да с хера ли ты лезешь, чтобы я хамкой была для тебя? Не лезь и все. Есть ли какие-то ограничения для отдыхающих? Маски, да, смотрите, в некоторые магазины просят заходить в масках, допустим, в супермаркет, ты заходишь, там, Мигрос, еще какую-то набуку бы, там, обязательно в масках просят заходить. Где вы, где вы? Ну что такое, что тебе дать? На салфетку. Так, смотрите, Вот кажется, что Саша настоящая со всеми своими эмоциями, да, я, ну, я вот какая есть, такая я и с вами, ну, я не люблю придуряться, я не могу там что-то там наиграть на его путь какой-то, не знаю, как это объяснить. Ну, как бы мне не нравится, я говорю, что мне нравится, не нравится, мне нравится, я говорю, что да, мне это нравится, то есть, ну, вот у меня одно из двух что-то, третьего недавно, где муж в блок, нахер отсюда, я же предупрежала, буду блокировать всех, кто спрашивает про моего мужа. До своего ж, понимаешь, дела никакого нет. Чужой надо узнать, друзья. Это вот любопытство бабское тупой, что это я узнала. Да, друзья? Мы же достали эти. Спина грызок, проснулась со спина грызок, ага, блок отсюда. Саша, в каком магазине купили новую сумку? А, блин, посмотрите, может, там на этикетке будет написано, волкики какой-то, что-то такое, какой-то магазин в Волане. Давайте все отпишемся от этой птихопадки. Иди нахер отсюда. Активистка грыбаная. Чтобы на работе ты так работала. Давайте все вместе дружно работать. И дома так со своим мужем себя вела. Возможность была. Я бы тоже с удовольствием поехала здесь не в Турцию отдохнуть. Удачи вам взаимно. И желаю вам такой возможности, чтобы она у вас появилась. И точно так же, как и мы с ребенком приехали, и вы отдохнули. Вайкики. Да, вот магазин Вайкики. Там купила сумку. Ору, что там ржется? Дочь пропустила сон. Первый дневной. Все, хрена. Я же говорю, я не убраться, ничего не могу толком сделать. Я из этого нервничала. Так, кошмар. Я только уберу. Она опять это все снесет. Разгребет это. Ага. Ой, смотрите, какой холодный чай. А, я хотела холодный чай. В итоге заказала какой-то лимонад. Вкусный киви, похож, но очень вкусный. Ты же какая-то суперская. Спасибо. Что такое? Давай тебе трубочку там погрызешь. Давай. Не. Не выкинь ее. Понимаете, я очень была нервная. Первые два года с мелкой. Была неуправляемая. Вы знаете, вот у меня вот, ну, вроде нормально-нормально, потом, знаете, вот раз так вот в два месяца, раз в месяц может прижать меня. Потом опять нормально-нормально. И я понимаю, что вот я это делаю, а это все просто вот насмарку каждый раз. И говорят, сегодня вот мне прям до слез обидно. Мне дочь оборвала вот это вот золотое сердце. Потому что это мамин подарок, это очень дорогой подарок мне сердцу. И, короче, я очень сильно расстроилась прям, разозлилась. Я не знаю, где вот здесь этот ремонт сдать. Ну, короче, вот так. Да что ж такое. Вот это вот весь день, девочки. Вот ни поесть, ни попить здесь спокойно. Вот что? Стоило это? Сон пропустить. И понеслось. На. У нас так же может прижать Саша. Ну, вот я же говорю. Нет, не тяжело с ребенком на отдыхе. Нет, просто я же говорю, я устала сегодня от уборки вот этой вот, которая вот ежедневная, да? Ты убираешь это все заново, все делать по 10 раз на дню. А хочется, чтобы как-то в порядке немножко жить. Ну, и вот то, что она мне вот это вот сердце сорвала, я, конечно, очень сильно расстроилась. Не знаю, мне прям очень обидно. Это мое любимое сердце, и я вот тоже долго не носила, потому что, ну, оно у меня оторвалось. Застежка. И сейчас мне его починили все в этих, как их называют, якутских вариантов. И мне его дочь опять вырвала. Я уже не знаю. Это мамин подарок, я говорю, оно мне очень дорого. Можно в любом месте очень хорошо делать. Спасибо. Вот, я уже только когда ко мне девчонки приедут мои. Потом муж приедет, отработает. И это... Жду уже, чтобы девчонки на помощь приехали, ну, вот, с уборкой помогли. Вот такое, чтобы я хоть раз насытилась просто вот мойкой в душе. Знаете, чтобы я вот так включила, как машину загоняют на автомойку, и мне вода вот эта вот шпарит, отбивает всю грязь от нее. И так вот я мечтаю под водой встать и побалдеть. Злиться на ребенка из-за цепочки важнее. Так, иди нахер отсюда. Мне надо убирать, пусть она раскидывает, потом один раз уберешь. Ну, вот я, наверное, так и буду делать, потому что, правда, вот это вот строит для себя хозяйственную какую-то, знаете. Нет, правда, ходишься в порядке, но я не вижу смысла на это же стратить. Один раз вечером убралась, и хватит. В общем, это нашусь, как угорелая. Давай. Может, приедет, отработает, Сашка. Он отработает просто вот на все 150 процентов. Это вот я вам гарантирую, при вас, девчонки, говорю это. Я Женьке с вами говорю, дочь, видишь, занимайся, все. Говорю, я пойду, говорю, сама на пляж. Я там пойду сама на бассейн. Говорю, вот мне просто, чтобы я в одиночестве чуть-чуть побыла. Хотя, я же говорю, ну, с ребенком отдыхать не тяжело. Просто вот сегодня день такой. Просто сегодня день такой. Нет, правда, честно говоря, нормально с ребенком отдыхается, но... Просто вот сегодня она капризна, потому что она не поспала, все. Ложись, Катя. Ложись. Льва, корева, дуй молоко. Сколько стоит два пятака? Салатного. Так. Так, что там, я же матери опять повылазил. Сейчас я их заблокирую нахер отсюда. На полтора года из них я все убирала, а теперь пожар, что только вечером перед сном. Да. Я же говорю тоже, у меня вот периодами вот эта вот уборка-уборка, потом я, по-моему, нахер на это время трачу. Потом опять я что-то... Вот, опять к ребенку подошли и убирается. Потом я опять что-то... Думаю, нафиг эта уборка, не убирай, не убирай. Потом, ну, понимаю, что мне как-то это, блин, не нравится в этом бардаке жить все время. Как засыпает? Ты качаешь или она сама укладывается? Нет, мы как, идем в сон, допустим, там, в ночь, да? Вместе ложимся. Она у меня молочко попила. Вот, под бочок и все, и вырубилась. В обед тоже самое. То есть в любой сон мы так и укладываем. У меня тут их качание. Да, норм, с ребенком в Турции отдыхать все более знаю. Не, вообще, правда, очень хорошо. Коляску понесут всегда. Вот сейчас. Короче, все, будет заканчивать эфир, потому что дочь уже разошлась. Я даже не знаю, я успею сейчас поесть тебя, нет? Да, есть. Потому что вот эти капризы, я знала, что это произойдет, потому что она не захотела спать. Дневной сон, все. Жарко ребенка. Нет, нормально, тут ветерок какой-нибудь, не жарко. Я даже сижу, подмышки непотные. Вот она меня сейчас доводит, доводит, дочь, доводит, мать. Все, ребят, целую. Буду выходить. Буду дальше следить за дочкой. Я не могу. Все, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok